Привет, друзья! Сегодня у нас теговое видео, как вы уже наверняка смогли убедиться из названия этого видео. И это не просто, потому что это видео я делаю совместно с проектом migri.ru. Предложил мне принять участие в этом проекте Дмитрий, его организатор. Потрясающая идея Дима, объединить всех эмигрантов, блогеров-эмигрантов в одном месте, где мы сможем поделиться своим экспириенсом, так сказать, с людьми, которые, возможно, мечтают переехать в другую страну, в какой-то конкретный город. И могут здесь найти в одном месте истории разных людей из разных стран, с разным опытом о их эмиграции. Итак, начнем. Итак, теговое видео – это видео, которое носит определенный характер. И в данном случае есть 10 вопросов, на которые я буду отвечать. Итак, первый вопрос. Представьтесь, как зовут, сколько лет, из какого города и страны переехали, в какой город и страну переехали. Меня зовут Инна Фраймович. Мне 34 года. Я переехала из Израиля, город Решон-Лицион, в Канаду. Изначально это был город Монреаль, на сегодняшний день это город Торонто. Ну, пригород Торонто, скажем так, город Вон. В общем, очень много информации получилось. Вопрос номер два. Как давно я переехала? Переехала я в Канаду вместе со своей семьей в 2012 году. Точнее, 31 марта 2012 года. Вот как раз сегодня у нас март, и 31 числа мы будем отмечать 4 года в Канаде. Время бежит очень быстро. Следующий вопрос. Какая была моя мотивация к переезду, основная мотивация? Ну, в общем-то, так как и называется проект «Мигрируй в поисках лучшей жизни», так же и мы. Потому что сегодня, знаете, все границы открыты, и столько возможностей перед людьми открывается. Очень хочется попробовать что-то новое. Честно вам хочу сказать, что мы ехали из Израиля не в прямом смысле прям в поиске лучшей жизни. Я думаю, что мы очень неплохо и прекрасно жили в Израиле. Я очень люблю Израиль, эту страну, там мои друзья, мама. Но я думаю, что более правильно будет ответить на вопрос этот, это сказав, что мы искали лучшее качество жизни, скажем так. Не просто лучшей жизни, а вот качество жизни, чтобы было другим. Вот, наверное, как-то так я отвечу на этот вопрос. Вопрос номер 4. С кем сложнее всего было расстаться на родине и по кому и чему вы до сих пор скучаете? Я думаю, что абсолютно определенно, и я это понимаю, больше проживаю в Канаде и понимаю это с каждым разом больше. Я думаю, скорее всего, это моя мама. Вы видите, это правда. Мама, это правда. Я думаю, что скучаю за своей мамой, и я думаю, то есть скучаю по маме и скучаю по моим друзьям. Они немногочисленные, но определенный ряд друзей есть. Очень скучаю за нашими посиделками, за нашими выходами в какие-то кафешки, ресторанчики, за нашими беседами такими долгими и длинными. Просто за встречами друзей, когда твои старые друзья приходят к тебе на праздники, приходят к тебе в гости, в твой дом. Этого немножко не хватает. Безусловно, здесь появляется новый круг общения, и можно найти людей, которые близки к тебе по душе, по твоему мышлению, по интересам. Но это новые друзья, да, и они не хуже старых, но они другие просто. А вот твоих старых друзей тебе, естественно, не хватает. Поэтому, конечно же, я скучаю по своим друзьям очень-очень сильно. Но и по маме, которая, слава богу, старается приезжать ко мне, и хоть иногда. Следующий вопрос. Сколько по времени занял процесс эмиграции от появления идей до ее воплощения? В принципе, идеи у меня вообще такой не было. Я уже рассказала об этом в своих видео. У нас есть очень хороший друг семьи, с которым... Моей уже семьи, да. Не семьи моих родителей, а моей семьи. Мы с ним работали вместе несколько лет, а потом очень сильно сдружились. В общем, мы дружим уже очень много лет. И, в общем, он меня так... Мой муж давно хотел. Я даже у меня в голове этих мыслей не было. Не потому что я сказала, вот, израиль и все. Нет, просто как-то жилось прекрасно, все было отлично, все было хорошо. И, в общем, у меня не возникало никаких мыслей ни о чем другом. Но как-то жизнь шла, и я возрослела, и продвигалась тоже по карьерной лестнице. И, в общем-то, можно сказать, я дошла вот до какого-то определенного такого уровня, когда я поняла, что ну вот вроде как все достигнуто в жизни, и вроде как все прекрасно. Мне что-то вот как-то в душе было недостаточно. То есть я поняла, что вроде как бы жизнь, ну не то, что закончилась, а вот настолько все как-то хорошо. Ну, это идиотизм. Может быть, кто-то скажет, господи, что за идиотизм она несет? Но это так. Когда в жизни было слишком все хорошо. Вот так я могу это охарактеризовать. То есть и по карьере все хорошо, и в семье все хорошо. И, в общем-то, мы могли купить все, что мы хотели. И, в общем, все было хорошо. Как-то вот слишком спокойно. И вот как-то мне вот это начал дискомфорт внутри меня какой-то вызывать. И поэтому, в общем-то, и было вот это вот все действие. Я, мой друг вот мне предложил, что, Инна, давайте, вы должны пробовать с мужем. И он меня прямо вот записал на встречу с юристом, адвокатом, который занимается делами по эмиграции. И прямо вот он сам назначил очередь. Прям вот меня посадил в машину, привез туда. И вот мы с ним пришли на встречу. Даже я не с мужем пришла, а со своим другом на встречу. И он мне все вот просто рассказал. Сказал, вот хотите, пожалуйста, вот такая информация. Вот какие у нас шансы. И у меня посеялась мысль в голове. Посеялась она в 2008 году. Это было буквально начало года. Это был где-то, наверное, вот январь буквально. Январь, февраль. Вот где-то так. И я пришла домой. И мой муж увидел, что я, конечно, очень как бы загорелась. Естественно, ему это было в плюс, потому что он давно мне об этом говорил. Но слушайте, я не хотела. А тут вроде как я созрела. И меня подтолкнули. И, в общем, короче, на следующую встречу буквально в марте мы уже пошли с ним вместе. В общем, начали оформляться. И это все дело заняло у нас 4 года. Потому что это могло бы занять меньше. Если бы мы изначально ехали в провинцию Квебек и оформлялись бы на Квебек. Но мы оформлялись на Онтарио. И, в общем, спустя год пришел ответ, что все программы ретроактивно год назад закрываются из списка определенных профессий. И мой муж был программист, он был основной аппликант. И мы подавались на его основе. И, в общем, короче, получается, что все. И мы сказали, окей, что нам делать. И тогда наш иммиграционный консультант сказал нам, что есть еще несколько вариантов. Но один из тех, которые мы решили для себя более подходящим, это иммиграция по федеральной программе Skilled Walkers в провинцию Квебек. Но для этого нужно было сделать ряд условий. И это, наверное, ответ на следующий вопрос. На этот я, кстати, не ответила. И поэтому спустя три года, в 2012 году, мы приехали в Канаду. То есть, в 2008 году я пришла первый раз на встречу. И в марте 2012 года мы прилетели в Канаду. Вот как-то так. Следующий вопрос. Насколько технически сложно было иммигрировать в другую страну? Вот частично я ответила уже в предыдущем вопросе, в предыдущем своем ответе. Это то, что вот программу закрыли ретрактивно. И нам предложили вот Квебек. И мы начали учить французский. Потому что для этого нужно было сдавать тест по французскому, которому мы не зуб ногой. И, в общем, одним словом, мы учили, учили, сдавали этот экзамен. Готовили тем временем документы. И мы уже ехали как скиллдбокер. Мы были оба на равных правах. То есть, как бы не было основного аппликанта такого понятия. То есть, мы ехали оба как люди с высшим образованием, с опытом работы. И, в общем, с определенным набором знаний, которые там, в общем, требовалось иметь. Я как раз тем временем заканчивала свою первую степень BA Political Science. И, в общем, все это было в течение того, что мы оформляли документы. У нас родился в конце 2008 года сын. И, в общем, мы уже все вместе в 2012 приехали. Вот технически, в принципе, это было несложно. Но это требовало от нас терпения в плане ожидания. Потому что иногда, когда ты очень долго ждешь, у тебя уже как бы сгорают просто вообще абсолютно все желания. И ты уже не знаешь, зачем ты это делаешь. Ты забываешь, зачем ты это делаешь. Потом ты как бы не понимаешь, зачем я начал вообще весь этот процесс. Потому что процессы ожидания миграционные по разным этапам, потому что это все состоит из нескольких этапов, оно достаточно такое длинное. И вот просто вот это ожидание, это хуже смерти, как говорится. Ожидание хуже смерти. И в данном случае я просто абсолютно могу подтвердить, что это так. И, в общем, ожидания хуже смерти. Мы ждали и ждали. То один этап пройдет, уже вроде как настроение поднялось, мотивация вернулась и вроде как пошло-поехало. В основном все вопросы ожидания, они как бы в этом случае, знаете, вот сами поймите, 4 года ты год ждешь, что ты через год объявляют, что нет. Потом, в общем, тебе опять нужно какие-то новые условия выполнять, это все делать. И ты каждый раз ждешь этой бумажки. И тут ты платишь, и там ты ждешь. В общем, какие-то вот такие вещи, просто требуется очень большое терпение для этого всего. И требуются какие-то вклады делать. Иногда нужно закончить какие-то курсы, иногда это изучение языка. То есть это очень разные могут быть условия. И вот это и есть то техническая сложность или несложность, просто вот то, что нужно делать. И нужно относиться к этому с терпением и не сдаваться. И вот не забывать, зачем вы это делаете. На каждом этапе, когда у вас вдруг появляется сомнение или что-то, какие-то вот, зачем я это делаю, я больше не хочу это делать, или сгорает мотивация, вы просто вспомните, зачем вы это делаете. Войдите прямо в свое положение, когда были первые ваши мысли, когда вы только решили для себя это решение, и вы загорались. Вот запомните его, зафиксируйте в своей голове. И вот когда вы приходите к такой разбитой точке в своей жизни на пути к этой мечте, вспомните просто то состояние, с которым вы входили в этот путь. Следующий вопрос. Как быстро вы нашли себе новое место жительства и работу в другой стране? Ну, на самом деле, жительство мы нашли еще до приезда в Канаду. Здесь есть такое понятие, как саблет, то есть, ну, по-русски, если это объяснить, это когда ты доживаешь срок за каким-то человеком, который снимал квартиру. У меня на канале есть очень много видео на эту тему, поэтому вы сможете посмотреть. Так, жилье мы сняли еще будучи, находясь в Израиле, мы сняли это жилье по интернету, связались с этими ребятами, в общем, нашли мы их через форум. Все провели, в общем, денежные операции все необходимые. Когда мы приехали, в общем, грубо говоря, мы уже ехали в квартиру, в которой мы прожили три месяца, и в течение этих трех месяцев мы присмотрелись, посмотрели, подходит нам, не подходит, и поняли, что нам нужно немножечко ближе жить к городу. Мы нашли квартиру ближе к городу, и мы ее сняли, и прожили в ней два года. Еще два года, потом мы поняли, в общем, что это не наше, и, в общем, мы уехали в Торонто. Но смысл в том, что мы ехали уже в свое жилье. Муж мой нашел работу буквально сразу, можно сказать, грубо с первого интервью. Первый месяц мы просто отдыхали, наслаждались, гуляли, в общем, радовались жизни, и находились в эйфории переезда, а потом он начал искать работу и сразу практически нашел. Поэтому у него было несколько телефонных интервью, но физически, когда он пошел на интервью, вот он с первого интервью сразу нашел работу. Поэтому он работал, и я спустя полгода, после того, как мы устроили ребенка, в садик. Знаете, это берет время, пока вы обустраиваетесь, немножечко одупляетесь вообще, куда вы попали. И я решила, что нужно идти учиться, потому что самая лучшая возможность, интегрироваться в общество и понять вообще, где ты находишься, это идти учиться. И я записалась в колледж, в котором я проучилась два года, по специальности International Trade and International Business, специализация на логистику. В общем, очень интересно это было. Во-первых, я подтянула свой английский, во-вторых, я познакомилась с новыми людьми, я обзавелась каким-то новым кругом знакомства, и мне это помогло действительно немножечко больше вникнуть в жизнь. Хотя, хотя, это не значит, что нужно идти учиться, это не то, что я хочу сказать. Просто у меня вот была такая возможность, плюс, учась в Монреале, я еще могла получать стипендию. То есть, практически два года я получила новую стипендию, это считать, как подработка на полставки была у меня. Поэтому тоже неплохо, то есть, убила всех зайцев. На сегодняшний момент я уже переехала в Торонто, пока что я stay home mom, то, что называется. Но я не хочу говорить домохозяйка, потому что это не совсем домохозяйка, это просто мама, которая сидит, потому что она смотрит за своими детьми. И действительно, упор здесь идет все-таки на слово дети. Я потому что действительно смотрю за детьми и немножечко делаю то, что я делаю в своей жизни. Делаю это из дома. Вот, я думаю, я ответила на этот вопрос, очень так широко я отвечаю на все вопросы. Назовите пять основных преимуществ страны, в которую вы переехали, которые так близки вашему сердцу. Я думаю, что преимущества. Сказать качество жизни, это, конечно, как бы очень широко, но я попытаюсь структурировать. Ну, во-первых, стабильность, более-менее экономическая стабильность, да, страны, я вообще имею в виду политическая. Вот этот вот аспект. Следующий аспект, я думаю, это безопасность. Следующий аспект, это возможность саморазвиваться в том направлении, которое ты хочешь, а именно, например, бизнес. Больше возможностей и поддержки со стороны государства для развития частного бизнеса. Государство очень это поддерживает, мне это очень-очень нравится. И я думаю, пятое, это, как бы много есть, да, но то, что вот мне первое, и мне сказали перечислить пять, вот конкретно то, что вот первое мне в голову приходит, то я и называю вам. Ну, я думаю, что это, ну, вот, наверное, будет много сказано, как бы общесказано, но вот все сделано для семьи, семьи с детьми. Если это касается отдыха какого-то чего-то, то есть все для семьи. То есть государство поддерживает вот весь этот семейный стан. Я не знаю, как это сказать, то есть я думаю, что вот какие-то это основные, которые мне близки, это то, что у меня в голове вот сразу так раз и пришло, хотя есть еще много всяких других факторов, которые существуют. Дайте совет людям, которые хотят эмигрировать, но не находят в себе достаточной мотивации для свершения столь значительного поступка. Ну, это, конечно, вопрос такой индивидуальный. Во-первых, если человек хочет эмигрировать, то у него уже должна быть мотивация, зачем он это делает. То есть в тот момент, когда у вас есть ответ на вопрос «Зачем?» и «Почему?». Вот как-то это два вопроса, потому что «Зачем?» и «Почему?» — это разные вопросы, и на них разные ответы. Вот мы отвечаем «Зачем?» — это как бы один ответ, да? «А почему именно?» — вот эта причина. То есть это как бы двойной ответ на вопрос, который подтверждает ваше желание. Вы можете понять, насколько это желание сильно, потому что помимо желания, за каждым желанием стоит какой-то основной аспект, почему мы это делаем. И надо очень хорошо проработать этот ответ. Это должно быть не просто «Ах, я хочу, чтобы там, я не знаю, купить машину или купить дом». Это немножечко не очень хорошая мотивация для отъезда, потому что если ехать только за этим, то в момент, когда вы это получите, получится, что все закончилось. Вот. Ну, это я уже разбираю. Ваше желание? Нет. Но на самом деле я как бы могу сказать от себя лично, что нужно для того, чтобы была мотивация не сгораемая, нужно очень хорошо понимать, зачем вы это делаете. Вот я бы так перефразировала, потому что это обычно работает у меня в жизни всегда. Если я что-то делаю, а потом я не понимаю, зачем я это делаю, или потом... А зачем я это делаю? Вот-вот. Вот. Если есть у меня подтверждение, а не какое-то там ублажение моего силиминутного желания, там, вот уйду я от вас всех, плохие вы, вот в лес от обиды какой-то, это не совсем хорошая мотивация. Мотивация должна быть такая, которая отвечает на ваш вопрос «Зачем и почему?». Если есть вот этот ответ, тогда я думаю, что у вас вы всегда в любой момент на вашем вот этом сложном пути к эмиграции вы сможете вспомнить этот вопрос, вспомнить свой ответ на этот вопрос, и это вас должно промотивировать до конца этого пути, до прибытия вот туда, куда вы, в пункт назначения. И это последний вопрос. Назовите пять основных ошибок, которые не стоит совершать при эмиграции именно в ту страну, в которую переехали. В которую переехали вы. Нет такого ошибок. Какие ошибки можно совершать? Я думаю, желательно учить ей, конечно, язык, потому что здесь, если вы приедете, это надо сразу включаться в работу, и не будет времени слишком для изучения языка. А в то же время, с другой стороны, если вы включаетесь в работу в какой-то атмосфере канадской, то есть если вы приехали в Канаду, и вы работаете с канадцами, а не с новоприбывшими, такими же, как вы, то вы очень быстро сможете интегрироваться, вы быстренько сможете взять язык. Поэтому я бы вам рекомендовала по-любому учить язык. Понятно, что выучить его досконально. Извините, выучить досконально его невозможно, потому что это достаточно мертвый язык, пока вы на нем не говорите. Но я думаю, первое, вот это язык. Второе, это стараться не тратить деньги перед отъездом, а собирать деньги. То есть любая возможность отложить деньги, это значит отложить деньги. То есть тратьте поменьше перед отъездом, особенно в тот момент, когда вы решили, что вы едете, вы начали оформлять документы, допустим, у вас есть год, два, три, четыре, у всех по-разному. Я знаю людей, которые семь лет ехали. Откладывайте деньги. Не тратьте деньги, откладывайте, потому что здесь каждая копейка вам пригодится. И в начале, и потом на протяжении пути. Я думаю, что это такая сильная очень рекомендация. Возможно, даже ее бы я ставила на первое место, а потом язык. И еще мне нужно назвать какие-то ошибки. Не покупайте новую машину. Не покупайте новую машину. Я имею в виду из магазина. Не покупайте новую машину. Возьмите, возьмите, можете у дилера, но главное со вторых рук. Потому что это не стоит того. То есть, оно прикольно, конечно, ездить на новой машине. Это я вам говорю со своего опыта. А лучше покупать со вторых рук. Не нужно новую, не обязательно. Она пусть будет новая. Я не говорю сейчас про какую-то тачку купить, которой 20 лет. Здесь даже на таких не ездят. Я имею в виду просто взять машину, допустим, уже который год или два. Это моя рекомендация. Следующая рекомендация, которая истекает из этой, это не покупать за наличные. Брать кредит для машины. Это и хорошо для вас будет для кредитной истории. И это будет легче, потому что все равно все-таки ваша сумма денег остается при вас. Ну и еще один мне нужно назвать пункт. Не совершать каких ошибок. Но это не то, чтобы там ошибка какая-то. Я думаю, что не бояться пробовать новое что-то. И это касается всего. Каких-то работ, какой-то еды, какого-то общения, какого-то нового дела. Просто ничего не бояться. Быть открытым ко всему. Потому что если вы открыты ко всему, то все, мир откроется к вам в ответ. Поэтому я считаю, что просто ехать с открытым сердцем, душой, мозгами, головой к новой ситуации, к новым вещам. Потому что здесь все будет по-другому для вас. И просто вы должны быть открыты к этому изменению. Я видела просто много людей, которые приехали сюда, но внутри себя они остались на своей родине. Откуда они приехали. И они от этого страдают сами. Чем больше вы будете открыты к интеграции в новом обществе, к новым знаниям, тем легче будет вам. Я вот так считаю как-то. Я думаю, что все. Я ответила на 10 вопросов. Я хочу еще раз поблагодарить Дмитрия. Спасибо за предложение участия в твоем проекте. Замечательная идея. Я желаю тебе успехов и удачи. Для всех вас, ребята, кто хочет послушать еще многочисленные истории разных людей из разных стран о своей миграции, заходите на сайт migri.ru. Все ссылки я оставлю в описании к видео. В двух словах, если рассказать о себе, вы можете зайти на мой канал, подписаться на мое видео. Выходит мое видео каждый четверг. Вся информация о канале, обо мне, есть на моем канале в YouTube. Там у меня все ссылки и линки полезные, которые могут вас связать со мной. Я просто канадский блогер, который здесь проживает. Рассказываю о жизни в Канаде и о иммиграции вообще. Также я имею еще несколько дополнительных проектов, о которых вы тоже сможете узнать на моем канале. Так что заходите, подписывайтесь и пишите мне сообщения. Буду рада пообщаться с вами. В конце видео Дмитрий сказал, что я могу передать эстафету. И я передаюсь. Есть множество блогеров, которым я хотела бы передать. Но самый важный блогер в моей жизни это Level Up Константин, мой супруг. Я думаю, что это будет интересно многим. Так что Костя, лови. Теговое видео. Юзя моя, иди сюда. Вот моя доча пришла. Поэтому, да, я просто вам хочу пожелать всего самого наилучшего. Заходите на этот замечательный сайт migrillum.ru и подписывайтесь также на мой канал Инна Фраймович. Всего хорошего, спасибо. Ба-бай. Как ты скажешь бай-бай? Скажи бай-бай сюда. Скажи бай-бай. 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 Поцелуй. Пока. Все. Пока.